Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Почти 12 километров газопровода введут в эксплуатацию в этом году в Сочи. Программу обсудили в администрации города. Владельцы домашних животных могут быть оштрафованы на 3 тысячи рублей. Так в Сочи накажут горожан, выгуливающих собак у памятников. В Сочи снизился уровень безработицы. На одного человека приходится 5 вакансий. Спасибо за Мундиаль. Сотрудники нашей телекомпании получили благодарность от главы Сочи за работу на чемпионате мира по футболу. Порядка 12 километров газопроводных сетей введут в эксплуатацию в этом году в Сочи. До конца 2018-го голубое топливо появится еще на пяти объектах курорта. К примеру, в переулке Тамбовский Лазаревского района одновременно 200 домов газифицируют уже через две недели. Также в очереди на газификацию. В ближайший месяц стоят улица Леселидзе, поселок Шаумяновка, село Раздольное и улица Шоссейная. Здесь работа по строительству газораспределительных сетей протяженностью в один километр практически завершены. Торжественный пуск газа на Шоссейной запланирован на 20 числа октября. После этого абоненты могут обратиться в Горгаз для получения этих условий и к первым холодам успеть подключить свои дома к магистрали. Это большое дело газифицировать в нашей районе. Очень благодарны, кто это организовал. Конечно, во главе нашего главы администрации, от имени наших населений, от имени жителей большое спасибо, я могу сказать. И рад, что у нас будет газ у всех. Будет тепло, будет горячая вода и всем будет хорошо. В целом вопрос с реализацией муниципальной программы развития инфраструктуры Сочи в части строительства газоснабжения глава города обсудил с руководством департамента строительства и специалистами Сочи Горгаза. Предыдущие годы у нас были эффективными. Я, если брать с 2009 года, то от 52 процентов газификации города Сочи мы дошли практически до 89 процентов. Ну и здесь необходимо эту задачу продолжить решать, продолжить газификацию. И я ставил такие перед вами задачи, в первую очередь перед строителями. Как выполняются поручения мэра, на совещании доложил Иван Бомбергер, директор городского департамента строительства. На сегодня, к примеру, на все 100 процентов завершены мероприятия по газоснабжению переулка Тамбовский. Сейчас проверку там ведет Ростехнадзор. Соответственно, у нас остается сдача Ростехнадзора и врезка объектов и пуст газопровода. Это по Тамбовскому периоду. Работы велись с прошлого года. Все, в принципе, работы завершены. Сейчас будут какие-то устранения замечаний от Ростехнадзора. Есть какие-то проблемы у Горгаза, либо у нас? Никаких проблем нет, да? Когда мы будем вводить? Мы планируем так, чтобы до конца сентября... Вот я и хочу сказать. Значит, давайте так, Татьяна Ивановна, пишите. Мы должны торжественно ввести это, как минимум, это 2-3 октября. А в селе Раздольное приступили ко второму этапу строительства газовых сетей. Работы выполнены на 90 процентов. Идет корректировка проектной документации. Следующая в списке улица Леселидзе, что в селе Пластунка. Там также грядет строительство второй очереди газопровода. Уже на следующей неделе муниципалитет получит заключение экспертов, а специалисты Горгаза займутся вводом в эксплуатацию разводящих сетей. Таким образом, в Хостинском районе негазифицированная остается Измайловка. Там мэр поручил продумать установку газгольдера. Из-за дороговизны работ резервуар для хранения газа – это пока единственный способ запустить голубое топливо в сельскую местность. В Лауже схему газификации уже утвердили. Туда газ придет в следующем году. Также на совещании Анатолий Пахомов порекомендовал специалистам при разработке перспективного плана строительства газопровода делать подворовые обходы и выяснять, где люди больше всего нуждаются в центральном газопроводе и сколько жителей готовы вложиться в подключение к магистрали. Заявки от сочинцев будут своеобразной гарантией подключения к сетям. Причем для обеих сторон. Как для организации, так и для потребителя. 19 неисправных грузовиков. Столько выявила госавтоинспекция с начала операции «Грузовик». Профилактическое мероприятие проводится совместно с Ространснадзором. Цель операции – предупреждение ДТП с участием грузового транспорта, а также соблюдение требований технической исправности автомобиля и перевозки крупногабаритных и опасных грузов. Некоторые водители грузовиков самостоятельно изменяют конструкцию автомобиля, а чаще всего наращивают борт кузова, чтобы перевести больше. При выявлении таких нарушений инспекторы ГИБДД составляют административный протокол и выдают требования привести транспорт в исходный вид. Если за указанный срок автомобиль не будет предоставлен для проверки, то свидетельства о регистрации машины автоматически аннулируются, а транспорту будет запрещено передвижение по дорогам. Помимо этого, пристальное внимание сотрудники полиции уделяют соблюдению режима труда и отдыха водителями грузовиков. С начала проведения операции было составлено 29 административных материалов, из них 19 за техническую неисправность. Кроме того, к ответственности привлечены два предприятия за нарушение требований предрейсового контроля. Владельцы домашних животных могут быть оштрафованы на 3 тысячи рублей. В Сочи продолжаются рейды по выявлению горожан, выгуливающих собак в непредусмотренных для этого местах. Сегодня ранним утром муниципальные инспекторы провели обход на мемориале в завокзальном микрорайоне. Завокзальный мемориальный комплекс установлен к 40-летию Победы. В честь погибших бойцов на мемориале денно и ночно горит вечный огонь. Здесь десятки братских могил. Но некоторым сочинцам это не мешает выгуливать тут питомцев. С собаководами приходится вести борьбу. Там, где не помогает разъяснительная беседа, к нарушителям применяются правовые санкции. Рейдовые мероприятия у нас проводятся 2-3 раза в неделю. И утром, и вечером проводится разъяснительная беседа с гражданами. И разъясняется, что нельзя выгуливать домашних животных на мемориальном комплексе. Соответственно, на злостных нарушителях составляются административные протоколы, которые грозят штрафом от 1000 до 3000 рублей. Закон о собаках в России есть. Описан в нем и порядок выгула животных. Помимо нюансов, с длиной ошейника говорится в документе и о том, где именно можно гулять. С псом нельзя посещать места, где выгуливание в том числе запрещается региональными законодательными актами. Есть определенные правила, в том числе и правила благоустройства на территории города Сочи, в которых разъяснено, в каком порядке разрешается выгуливать домашние животные. В настоящее время, конечно, рассматриваются вопросы выделения мест для выгула домашних животных. Находятся в стадии, как говорится, в стадии рассмотрения. Но вот как только это все будет выполнено, тогда, значит, люди могут свободно, как говорится, выгуливать своих домашних животных. Но уже ответственность совершенно будет другая. Как только это место будет готово, соответственно, мы немножко ужесточим рамки. Скорее всего, альтернативой мемориалу станет соседний участок на Севастопольской. В скором времени там появится и соответствующий знак – место выгула собак. Пока же рейдовые мероприятия продолжат советь. Осквернение братских могил продуктами жизнедеятельности домашних животных в первую очередь оскорбление для ныне живущих ветеранов Великой Отечественной. Боль в сердце бывает. Храните дети. Я обращаюсь к молодым людям, к нашему поколению. Берегите память о войне. Берегите. Мемориал сделан. Это наша гордость, куда мы проводим мероприятия. И обращаем внимание всех наших участников, чтобы помнили, бывали, смотрели за могилами. Я вам желаю, дорогие мои соотечественники, бережно относитесь к объектам наших памяти. Бережно, уважительно относитесь к фронтовикам. Вот у нас было 600 человек в обществе состояло на учете, а сейчас осталось 70 человек живых людей. Ближайшее мероприятие на мемориалах воинской славы пройдет 9 октября, в день освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Инга Габеша, Михаил Дубинин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Завтра в Сочи пройдет общегородской субботник. Сегодня к жителям курорта обратился глава города Анатолий Пахомов. Уважаемые сочинцы, наш город стал круглогодичным курортом. За последнее время мы с вами встретили миллионы гостей, и все они отмечают красоту нашего города, его ухоженность. Санитарное состояние курорта поддерживается трудом тысяч людей, работников коммунальных служб, сотрудников городской и районных администраций. Эту мы работу продолжаем в постоянном режиме. Уже на следующей неделе у нас пройдет очередное крупное мероприятие – гонки «Формулы-1». К нам приедут тысячи гостей со всего мира, в том числе и делегация из Японии, из города Нагата, с которым мы подпишем соглашение о дружбе. Перед встречей дорогих гостей в любом доме принято проводить уборку. Сочи – наш общий дом, и поэтому каждый житель может и должен внести свою лепту в наведение чистоты и порядка. Я прошу всех сочинцев принять участие в общегородском субботнике, который пройдет завтра, 22 сентября. В первую очередь мы должны убрать весь мусор во дворах, в местах общего пользования, очистить столбы и другие поверхности от самовольно расклеенных объявлений. В этом ничего нет непосильного. «Чистый город» нужен в первую очередь нам, самим людям, которые живут в Сочи. Я прошу всех вас, дорогие сочинцы, принять участие в этой важной и нужной работе. Спасибо. Ну и продолжаем. Поручение, от которого нельзя отказаться. Губернатор Краснодарского края проверил, как местные чиновники выполняют поставленные им задачи. И напомнил, что это не его прихоть, а требования жителей. Больше всего на совещании, которое чаще называют «часом контроля», досталось Кущевскому району. Наши краснодарские коллеги узнали, насколько эффективно выполняются поручения главы региона. Три года и больше двух тысяч губернаторских поручений. Многие, как говорится, остаются за кадром, но это не значит, что о них забыли. Чтобы детально разобраться, как выполняется каждое поручение и проводится час контроля. Для чиновников это как тест на профпригодность. Венемин Кондратьев лично оценивает итоговые результаты. Любое поручение – это следствие, как правило, общения или с людьми, или с отдельно взятым конкретным человеком. И мы, конечно, выходим на какой-то алгоритм решения проблемы. И как следствие, еще раз подчеркиваю, появляется мое поручение. Поэтому формат мы меняем. Вступительное слово, которое вы тут написали, оно сегодня не читаться, не рассказываться не будет, потому что это не нужно, еще раз подчеркиваю. А сегодня будут конкретные уже результаты. О них докладывает начальник управления контроля Максим Туровец. Всегда с толстым блокнотом в руках, где, кажется, он записывает каждое поручение губернатора. Как оказалось, хуже всего их выполняют в Крыловском и Кущевском районах. Но после подобных совещаний все сразу меняется. Например, в станице Кущевской построят новую школу. А если проект будет сорван, отвечать придется местным властям, предупредил Кондратьев. Здание не могут начать возводить уже три года. За это время в отставку ушел предыдущий руководитель района. Теперь поставленную губернатором задачу придется решать новому главе. По какому принципу сейчас подобран участок? Это согласно генплану выделенное место. Это новый наш микрорайон. Если эта школа нужна именно в этом микрорайоне, в новом, то давайте не обходить проблему, а решать проблему. Строительство школы – это для меня принципиальная сегодня задача, которую я в Крае реализую. Для меня лично. Потому что школы должны появиться. Современные школы. Возвите или типовой проект. Привяжите его. Потому что дорого вам будет стоить собственный проект. И не нужно на это деньги тратить. Еще раз подчеркиваю, у нас типовые проекты. Мы специально Крае потратил деньги, чтобы сделать типовые проекты. Берите типовой проект и привязывайте его. На 550 мест. Это хорошая школа. С места сдвинулся и вопрос строительства офисов врачей общей практики в Новокубанском районе. Деньги, а это больше 11 миллионов рублей, выделили еще в апреле. Но результата до сих пор нет. Но он совсем скоро появится. Тут же заверил Венимина Кондратьева, глава Новокубанского района. Владимир Владимирович, сегодня проведен аукцион. Победитель уже на сегодняшний день определен. 5 числа заключение контракта. Я одно не могу понять. Деньги доводятся в апреле, допустим, в апреле доведены. Но пусть май на все процедуры. Июнь, июль, и август могли бы строить. А вы так сейчас осенью приступите к строительству. Ну, вот вообще непонятно. Я не понимаю. Ну, займитесь своими командами. То есть вы в этом году построите? Так точно, Венович. Уже заходим, уже все готово. Площадка уже расчищается. Уже коммуникации подходятся. Все, спасибо. Задача от часа контроля, как это может показаться, не выполнение поручений губернатора в ручном режиме, а создание системы, когда чиновники всех рангов сразу приступают к исполнению поставленных задач и не ждут очередного совещания. И как показывают сухие цифры статистики, структурные изменения в этом вопросе есть. С более чем двух тысяч поручений главы региона закрыты уже 63% из них. Александр Иванченко, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 22 сентября в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18. Днем 24-26 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 24. Выставка «Золотой сезон» и фестиваль народных мастеров моря золота и драгоценных камней – скидки, акции. Ежедневный розыгрыш призов среди покупателей. С 20 по 23 сентября. Гранд-отель «Жемчужина». Выставка «Золотой сезон» и фестиваль народных мастеров от «Соут». Море золота, новинки фэшн-индустрии, хендмейт-изделия, скидки, акции. С 20 по 23 сентября. Гранд-отель «Жемчужина». Категория 0+. Старейший вуз Кубани и Северного Кавказа празднуют 100-летний юбилей. Поздравление сегодня принимает Кубанский государственный технологический университет. Торжественное мероприятие прошло в музыкальном театре Краснодара. Там собрались выпускники политеха, нынешние студенты, преподаватели вуза и почетные гости. Губернатор Вениамин Кондратьев отметил заслуги университета в науке и наградил его сотрудников медалями за выдающийся вклад в развитие Кубани. С Кубанского государственного технологического университета началась история высшего образования в нашем крае. И так же, как и 100 лет назад, сегодня вы задаете темп развития научной, технической мысли в нашем регионе. И очень важно отметить, что диплом, как бы он ни назывался, политеха был, есть и будет путевкой в успешную жизнь. Это ваша заслуга. Кубанский государственный технологический университет – это современный вуз. И он сегодня идет в ногу со временем. А может где-то чуть-чуть его и опережает. В инжиниринговом центре, а я там был, в вашего университета, в бизнес-инкубаторе, рождается тот самый научно-технический прогресс. Вы богаты своими студентами. Вы богаты талантливой кубанской молодежью. А самое главное, вы сегодня очень и очень востребованы. Хочу пожелать вам, чтобы самые интересные открытия и свершения у вас были еще впереди. За время своей работы Кубанский политех выпустил больше 120 тысяч специалистов и до сих пор остается одним из самых востребованных университетов на юге России. В Сочи снизился уровень безработицы на одного человека, зарегистрированного в центре занятости, приходится почти пять вакансий. Сегодня работодатели презентовали более 400 рабочих мест. Ярмарки вакансий прошли во всех районах курорта и в 43 муниципалитетах края. Краевая акция «Планета ресурсов» должна помочь всем желающим найти достойную работу, а работодателям подобрать подходящих кандидатов. Ознакомиться с вакансиями, пройти собеседование и оставить свое резюме сегодня смогли сотни сочинцев. Во всех районах города рабочие места представили более 60 работодателей в различных сферах деятельности. В санаторно-курортной отрасли, здравоохранении, образовании и торговле. Также в рамках акции определиться с будущей профессией смогли и школьники. Для них был организован круглый стол, где прошли презентации учебных заведений города. Впервые по инициативе центра занятости состоялась и встреча представителей Государственной инспекции по труду с молодыми мамами. В рамках круглого стола наши мамочки получат консультации по трудовому законодательству, получат консультации по информированию, по профобучению, по профориентации. Мы все-таки хотим, чтобы наши мамочки ориентировались в трудовом законодательстве, понимали, какие они права имеют, какие у них обязанности у работодателей. Для этого мы создаем круглые столы. Проблем с работой в Сочи нет. На сегодня из более 7 тысяч человек, обратившихся за помощью в центр занятости, около 6 тысяч трудоустроены. Более 200 человек прошли переобучение, а число безработных с начала этого года снизилось до 503 человек, что на 60 меньше, чем в прошлом. Спасибо за Мундиаль. Глава Сочи сегодня отметил благодарственными письмами тех, кто активно работал во время подготовки и проведения чемпионата мира по футболу. В Зимний театр пригласили представителей всех отраслей. Во время проведения чемпионата мира город Сочи принял около 1 миллиона туристов, в их числе 150 тысяч иностранцев. Было увеличено количество чартерных рейсов. Из-за рубежа на маршрутах спортивных соревнований задействовали 255 автобусов, на железной дороге 70 пар ласточек. Ежедневно медицинским обслуживанием занимались более 700 медиков. Для болельщиков, гостей и жителей Сочи работали 10 маршрутов по наиболее интересным объектам показа. Встречали туристов и команды ресторанов, кафе, парикмахерских. За всем этим труд огромной команды сочинцев, которых сегодня отметили почетными знаками и грамотами главы города. В их числе и наши сотрудники – корреспонденты Елена Овсецина и Инга Габешия. Они активно освещали весь ход подготовки к Мундиалю в городе Сочи. Ну и, конечно, мероприятие во время чемпионата мира. В начале чемпионата мира удалось испытать гордость за свою страну и за свой город. Конечно же, гордость за свою родную. Организация на матче и фестиваль болельщиков прошла на высочайших организационных уровнях. Самое главное, отметил глава города, была обеспечена максимальная безопасность. Поэтому особые слова благодарности прозвучали в адрес силового блока Сочи. Лето позади, но в Сочи только сейчас завершили подводить итоги кампании по летней занятости детей. Треть площадок нашего двора во время каникул взяли на себя специалисты управления молодежной политики. И справились на отлично, за что и получили благодарность. Летом в Сочи работали 147 площадок нашего двора. 42 из них под эгидой управления молодежной политики города. Специалисты подошли к делу творчески и практически без финансирования организовали ребятам интересный досуг. Этим и отличились. У них очень много партнеров, которые вместе с ними кто-то призы им предоставлял, кто-то предоставлял свою площадку для приема наших детей. Вместе пиццы делали, хлеб пекли, проводили занятия по этикету и так далее. То есть такое огромное многообразие того, что придумывала наша молодежная политика. Они молодцы. Социальное партнерство сегодня очень популярно в Сочи. Множество городских предприятий помогают с организацией детских мероприятий, конкурсов, устраивают экскурсии к себе на производство. Такое сотрудничество на благо юных сочинцев ставят в пример и на уровне края. Там сочинский проект «Площадки нашего двора» рекомендовали взять на вооружение во всех муниципалитетах. «Жемчужина Черного моря». Книгу под таким названием презентовали в рамках проходившего в Сочи фестиваля «Бархатный сезон в Жемчужине». Идея создать книгу о гранд-отеле родилась еще год назад. Это воспоминания известных людей, которые каждый в свое время помогали «Жемчужине» стать лидером отельного бизнеса. Еще в 89-м году, когда стоял выбор между Крымом и Сочи, основатель и продюсер кинофестиваля «Кинотавра» Марк Рудинштейн обратил внимание на удобное расположение гостиницы, кинозалов, кафе, баров и пляжа. Все это в центре города. «Комплекс вот этот весь, когда я понял, что людям никуда не надо идти, посмотрел кино, общайся. Ведь на крупнейших фестивалях в Венецианском, Каннском и других надо было после кино искать место общения. Все растянуто вдоль берега и все живут в разных гостиницах». Корабль, стоящий на берегу моря, так гости называют «Жемчужину», которая по традиции привлекает гостей проведением различных мероприятий. Будь то КВН или, как сейчас, фестиваль «Бархатный сезон в жемчужине». За всем этим большой труд коллектива отеля, а это 700 человек. «Я работаю в «Жемчужине» уже 38 лет. Это, конечно, не 45 еще, но я застала как раз самое такое становление гостиницы. И, конечно, очень много событий были пережиты совместно с отелем». За время проведения Олимпиады и Чемпионата мира по футболу гостиничный комплекс стал домом для иностранцев. А впереди у гранд-отеля, который взял курс на семейный отдых, много новых планов. «В таких грандиозных планах построить на территории «Жемчужины» аквапарк. Мы сейчас ведем переговоры, так как являемся семейным отелем, принимаем очень много семей с детьми и считаем, что это достойно разнообразит наш комплекс услуг». Большая история черноморской «Жемчужины» в небольшой книге, где оставили свои воспоминания почетный гражданин города Сочи Виталий Игнатенко, народный артист Лев Лещенко, президент Международного союза КВН Александр Масляков и другие. Гелена Овсецин, Алексей Давыдов, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Передние азиатские леопарды в Сочи получили имена. Трехмесячным котятам, родившимся в июне в Центре восстановления леопарда, дали клички. По традиции котят называют в честь гор, рек и урочищ, расположенных в пределах исторического ареала обитания леопарда на юге России. Не стало исключением и этот раз малышам присвоены клички по названиям рек – Баксан, Лабака, Дор, Агура и Аибга. Котята развиваются без отклонений и за три с половиной месяца заметно подросли. В конце августа состоялась их первая встреча с человеком. Малышам сделали прививки и определили их половую принадлежность. Также детенышей осмотрел ветеринар. Около тысячи школьников, их родителей, педагогов сегодня участвовали в Дне здоровья. И все они из одной школы, второй. Большой спортивный праздник – это давняя традиция учебного заведения, которая здесь не изменяет уже несколько десятков лет. День здоровья. Вторая общеобразовательная школа проводит на стадионе первой спортивной. Ежегодно Большой праздник здорового образа жизни собирает такое количество участников, в которое не вместит ни один школьный спортзал или двор. В этом году педагогов, детей и их родителей около тысячи. В первых рядах – чемпионы, гордость второй школы. На груди Екатерины Иванцовой целая россыпь медалей, в основном золотых. Я занимаюсь трехатлетикой уже восьмой год. И как бы много побед. Я уже в крае первая в сборной города. И на край нас берут, на Россию берут. И там занимаю места разные. День здоровья во второй спортшколе проводят уже 44 года подряд. Его неизменный организатор и вдохновитель – учитель физкультуры Владимир Хайхян. Школа воспитала более 30 чемпионов России, Европы и мира. В их числе двукратный олимпийский чемпион Алексей Воевода. Его первым тренером был именно Хайхян. Мы всех привлекаем. Даже освобожденные принимают участие в отдельных видах. Также привлекаем родителей. Это уже стало традицией, потому что мы много десятилетий. Уже дети привыкли к этому, что в сентябре месяце проводится традиционный спортивный праздник. И мы уже готовимся с первого сентября. Нынешний день здоровья решили отметить по спортивному с дачей норм ГТО. В большом празднике принял участие каждый. Одни в качестве атлетов, другие – зрителей и болельщиков. Любовь к спорту организатору праздника, учителю физкультуры Владимиру Хайхяну, удалось привить сотням школьников. И не только. В спортивном забеге учеников начальных классов приняли участие и их родители. Вместе с детьми они пробежали по стадиону, доказав, что спорт может и должен быть в жизни каждого, вне зависимости от возраста. Татьяна Говоркова, Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом наш выпуск завершен. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте – fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях – Facebook, Instagram, Одноклассники, Телеграмы и в группе «ФКТ» ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Такая, как хочешь. Такая, как любишь. Такая, как нравится. Такая, как всегда. Сезоны «Женская одежда». Парковая 17. Субтитры создавал DimaTorzok